Добрый вечер, уважаемые телезрители, вы не поверите, на эту программу мы с Михаилом Катсиным на телеканале Медиа Информ. И сегодня у нас в гостях американский адвокат Рой Гонас. И переводить господина Гонаса нам будет помогать студент факультета международных отношений Одесской юридической академии Марк Будыхин. Добрый вечер, господа. Господин Гонас, мы с вами сегодня будем говорить, наверное, о самой животрепещущей теме, это о проблеме импичмента, поскольку сейчас эта тема занимает общественное внимание, и американские СМИ активно обсуждают перспективы импичмента американскому президенту. Я знаю, что вы всерьез занимались этой проблематикой, и здесь, я думаю, ваши интересы и интересы телезрителей, они совпадают. Скажите, насколько вероятно, в принципе, процедура импичмента, реализация процедуры импичмента в американской политической системе? Добрый вечер, господин Гонас. Сегодня мы поговорим о очень интересном теме, теме, что очень популярны в Украине, в общественном мире, в массе медиа. Это теме импичмента. Я знаю, что вы рассчитываете этот вопрос, и я думаю, что наши люди, на нашем канале, будут очень интересны, чтобы услышать вам о том, что это процесс в Украине СМИ legal системе. Просто скажите нам, как вы думаете, что импичменты, как вы думаете, что это возможно, чтобы импичменты в Украине СМИ в Украине СМИ? Как это возможно, чтобы импичменты в Украине СМИ legal системы в Украине СМИ? Милитьв Kings 18, 2020, примечаемое обвинение правительное место Бурги СМИ. Основ� Cookie, же после того, как мы создали импичменты, чтобы импичмент ryж意思 в Украине, через комитетное место вытребательное место Продолжение следует... Процедура импичмента прописана в Конституты Соединенных Штатов. Она начинается в Палате представителей. Там собирается специальная комиссия, которая рассматривает вопрос импичмента. И в случае, если Палата представителей найдет доказательства государственной измены, то они дальше передадут этот вопрос на рассмотрение Сенату Соединенных Штатов. Для того, чтобы осуществить импичмент, надо большинство голосов, две трети. И тогда это, в общем-то, очень коротко об этой процедуре. Мистер Джонас, на ваш взгляд, достоин ли Трамп импичмента и нужно ли отправлять господина Трампа в отставку? Если в целом оценивать его президентство, оно успешно? Мистер Джонас, в ваш взгляд, в ваш взгляд, президент Трамп должен быть импичем? Мистер Джонас, в ваш взгляд, президент Трамп импичем? И до того, что его президенту, до этого момента, является успешным или не? Well, in order to give an opinion, I have to give a foundation, if you want to. And the foundation, again, is in the Constitution. What are the grounds for impeachment? Treason, bribery, high crimes, and misdemeanors. Treason and bribery can usually be defined. What is meant by a high crime and what is meant by a misdemeanor? And I'll have more to follow. Go ahead. What arises here is, again, trying to determine what's a high crime and misdemeanor. I've looked at it this way. A high crime and misdemeanor is what the House of Representatives says it is, wants it to be. The Senate, what it finds it to be. Not what may exist and not exist. And I'll add to that. Go ahead. Now, in looking at the current... Impeachment issue that you've raised concerning the President. Let's go back for a moment. There was a series of essays that were written by three founding fathers to advocate the adoption of the Constitution. They're called the Federalists. Common name, Federalist Papers. About 85 essays. In number 65, a lawyer by the name of Alexander Hamilton addresses the subject of impeachment. And he suggested the ground for impeachment would be a violation of the public interest. And it would be political. Well, of course, it's a political process, because Congress is a political institution. So, when we talk about this question, I would like to tell you, that there is a book called The Federalist. It's written by three основators. It's written by the law of the Constitution. It's written by the law of the Constitution. то есть это политическое нарушение, и это подтверждается тем, что Сенат это в первую очередь политический институт. Кажется, если это манитенит, то есть, или за это миллион, то есть, у нас. То есть, не видит этого Хай-Кроме и Мистэмин. Рядом, не видит этого Хай-Кроме и Мистэмин. Рядом, не видит этого Хай-Крома. Идите такой, что, что у них делать, длительная манитенция. Александр Хэмилтон в своем эссе, которое есть в этой книге, описывал свой страх, то, что процедура импичмента может быть использована как метод борьбы одной политической фракции с другой, и его личный страх был, то, что если одна фракция имеет большинство как в Сенате, так и в плате представителей, то они не будут рассматривать инцидент, который рассматривается при процедуре импичмента с правовой точки зрения, а они будут выставлять это то, как они хотят для достижения своих политических целей. И вот, проговорив все это, мы возвращаемся к текущей ситуации. Ну, мы можем увидеть с to a part of this check and balance moving So, we can see what may be a part of this check and balance towards our system of government. At the moment, we have the Democratic Party, who doesn't favor Mr. Trump, is in control of the House, so there's the majority faction. In the Senate, you have a majority of the Republicans. Now, if the House passes the Articles, will the Senate vote to convict? Now, remember, two-thirds vote. Senators, I believe, have three or four majority vote. So it would take quite a few Republican senators to vote with the Democrats to get to the two-thirds. Would they look at what constitutes a high crime or misdemeanor, and I can then cite some examples to you from past impeachments? And it would be obvious that they will continue to pass the procedure in the Senate. In the Senate, as you know, there are two-thirds vote, and it would be enough to be a few Republican senators to vote with the Democrats. Now, I truly doubt at this point in time, if Mr. Trump would be convicted. And the reason being is because in the early 1800s, there was an impeachment of a justice of the Supreme Court. Why? Because the president did not like his opinions. That's not high crime and disdemeanor. In the 1860s, President Johnson was impeached, acquitted by one vote. Why? Like with the justice in the early 1800s, they looked at the Constitution. If you don't follow the Constitution and offer some truly legal basis for a high crime and misdemeanor, what are you doing? You're rewriting the Constitution. And to protect the Constitution, the senator who voted for acquittal, that one, looked at the Constitution. You go on then to Mr. Clinton, who was impeached. Did he commit high crimes and misdemeanors? Well, the answer is obviously yes. He committed perjury under oath. He lied to a grand jury. He tampered with witnesses. If you and I did that, we'd be arrested and put in jail. This had to do with an illicit sexual affair he was having with a young intern in the Oval Office. The Senate felt just because you lie about a sexual relationship, even though you're breaking the law, in fact, he was disbarred as a lawyer in Arkansas, it was not the level to convict for impeachment. There's a story here to look at, despite actually committing a crime or misdemeanors. As the Constitution says, the Senate does not necessarily have to convict on that. They'll look at the whole picture. And that's why I tend to doubt at this stage about whether Mr. Trump would be convicted. Mr. Paglius, please. Mr. Paglius, please. Mr. Paglius, to understand the truth with Trump, we need to look at the past. For example, in the beginning of 1800s, the president of the Constitution of the Constitution, because he didn't like the decisions, which he took place. It's, of course, not a violation of the Constitution. Mr. Paglius, in the 1960s, the president of the Constitution was released by President Thomas Jefferson. Mr. Paglius, in those days, the Senate and the president of the Constitution, Mr. Paglius, they, in those days, they, in the case, they, in the case, Mr. Paglius, they, in the case, they, in the case, they didn't look at the Constitution. Mr. Paglius, they, in the case, we were unused recently. Mr. Paglius, we can remember the case with Bill Clinton's office. Mr. Clinton, when, of course, he, of course, he, of course, had anar starters and wieluJD einfachs created some of their sins and on/. seksual affairs. Mr. Paglius, he, of course, Herr Tape. Mr. Hayd �wide and he, of course, on his own sexual affairs with an intern. И понятное дело, что в этом случае Сенат был прав, но тем не менее Сенату стоит смотреть в первую очередь на Конституцию, и тогда они смогут получить полную картинку происходящего, а не переписывать ее. Мистер Гонас, у нас только 10 минут. Сейчас вообще тема импичмента, она как никогда кстати, поскольку несколько недель тому назад Верховная Рада, наш парламент принял закон об импичменте. Вот знаете, с лозунгом «необходим закон об импичменте» выступали многие депутаты во время многих каденций, но никак этот закон не был принят. И вот сейчас наконец-то он был принят, хотя на мой взгляд, учитывая то, что у президента нашей страны практически конституционное большинство Верховной Рады, процедура импичмента в принципе не может быть использована. И этот закон является самым актуальным. По вашему мнению, все-таки необходимо ли в государстве вообще процедура импичмента президента, и почему она так важна? Если вот даже абстрагируется Соединенные Штаты в Америке, мы будем в целом говорить о развитии политических систем. Таким образом, у нас 10 минут осталось, и моя вопроса – в Украине вопрос о импичменте – это очень популярный, потому что, я думаю, два или три недели назад, Супремя консулы Украины выбрали новое право о импичменте, но, по-другому, президент Украины имеет большинство в Супременском консуле, – почти абсолютно большинство. – Да, поэтому процедура импичмента – это, наверное, не возможно с этим президентом. И в вашем случае, если процедура импичмента – это важная для государства? В вашем случае, если вы говорите о политическом системе, то есть, если вы говорите о политическом системе, то есть, возможно, чтобы избежать импичменты? Ну, то есть, что у право о преимпичменте – это иная gettingой позиции – что в качестве права – это выкачки в праву. Производительность – это, если вы решите об этом ухаживать для вас, то есть, выраживания. Now, это не лучше, чем за собой беременные руководители, как они строят того, что они уже, лет назад, И так, процедура импичмента, она показывает то, что никто не может быть превыше закона и намного лучше придерживаться этой процедуры, чем делать то, что делали в средние века, когда король, который был непопулярен у народа, ему отрубали голову и ставили на его место нового. Намного цивилизованнее и лучше пользоваться процедурой импичмента. Мистер Гуанс, политическая культура. Насколько в вашей стране, в Соединенных Штатах Америки, развита политическая культура и насколько, на ваш взгляд, политическая культура влияет на характер имплементации правовых норм? Мистер Гуанс, политическая культура в США и неизвестная. Мы имеем в виду чек и балансы в США и, конечно, мы имеем в виду чек и балансы между Вашей страны и Сенат, если они разные партии, как мы имеем сейчас, и также с президентом, и в президенте, в США и неизвестной. Продолженности. The political influence in all this, we like to think, and the justices claim, that they're not political. We do have two judicial philosophies. One being a so-called more liberal writer and view of the Constitution and the conservatives look to the letter of the Constitution. What was meant there? And apply it. So you have these competing forces. And quite often, in many of the cases, they vote together. In constitutional issues and major social issues, you have the difference between the conservative and the liberal. And to that extent, the so-called political environment in which these justices were brought up in could influence. They're humans. they bring their lifetime experience to the court and their philosophy of interpretation, which was persuaded somehow, maybe by their parents, maybe by their own independent thinking, maybe by their professors. Who knows? But then they bring that philosophy to the court and then the development of the jurisprudence comes. So there's always, from the origin, the so-called political influence, if you please, because it's part of our public arena, if you will. It's part of America. And it's the same thing in other countries. we have a system of pressure and pressure in the Senate of the MPH, the Senate of the United States, but I would not say that the role of the political influence But we have two juridical elements, which is more liberal, and more conservative, and the two theories are конституционный суд который следит за тем чтобы соблюдалась конституция и вносит свои решения я бы сказал то что судьи конституционного суда или тех кто влияют на эти юридические философии они конечно же получают свой жизненный опыт основываясь на их детстве их обучение и так далее но они все равно это влаживают в эту юридическую философию основываясь на которой принимаются решения очень часто и консерваторы и либералы голосуют за одни и те же решения я бы сказал то что роль скорее не политическая роль общественная есть на так называемой общественной арене мистер гонос вот механика принятия политических решений и механика принятия а юридических решений насколько они отличаются на ваш взгляд поскольку понятно что если есть некая правовая норма да и понятно что и можно трактовать по-разному и самое главное есть некие мид некая методология с помощью которой ты приходишь к пониманию собственно реализации на нормы в чем отличие между политическими нормами нормами поведения и правыми нормами мистер гонос how would you describe the difference between political and law decision making in united states how can you describe the political and legal decision making yeah political and legal decision making how would you describe the difference between just mechanic if you talk about mechanic methodology you know if you know that there is a political norm there is legal norm and you have to follow up to the storm you know what is the difference we have one minute left there are political philosophies there are judicial philosophies as you know we have a two-party system in the united states and politicians will pass an act after negotiations if it's one party controls both maybe it's just what they want the president may go along with it especially from the same party we saw that when mr obama was first elected with a democratic congress they may pass acts that come about as a result of their own political thinking what they think society should look like the republicans may have a different view of what society should look like and may oppose these particular laws historically it's interesting during the truman administration 1945-1953 he was looked upon as somewhat a liberal democrat some of the things he advocated today the republicans do now sir mr. goons and so конечно же политики в сенате и палате представителей они принимают свои решения основываясь на своей политической философии но как я уже сказал до этого есть политическая философия есть юридическая и допустим а то что президент гарри труман во время своего президентства защищал какие он принципы те принципы сейчас защищают республиканцы хотя сам труман был демократом а спасибо большое марка mr. goons we unfortunately have to finish program thank you very much уважаемые телезрители с нами сегодня был известный американский адвокат рой гонас помогал переводить студент факультета международных отношений дисковидической академии марк будыхин мы будем выходить из эфира поскольку я уже так и представляю гневное лицо режиссера которые а вот сейчас придет и обрубит эфир учитывая то что мы уже перебрали время спасибо вам что были с нами увидимся очень скоро